36 лет успешного развития. Химкинская электросеть – лидер России. Предприятие получило золото рейтинга общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Это результат работы организации по показателям производства, платежеспособности и деловой эффективности. Подробности у Татьяны Кастанда. Здесь у нас находится мнемощит. Здесь набрана вся схема нашего района. Это порядка 300 подстанций, около 20 РП, кабельные линии. Надежность электроснабжения – главная задача, с которой предприятие успешно справляется под руководством одного из сторожил организации – директора Владимира Суслова. В 1980-м он пришел сюда диспетчером. Сейчас в его кабинете настоящий музей наград. Одна из последних – Орден Звезда Славы. Секрет успеха делится директор Прост. Главное – люди. Хороший коллектив, стабильный коллектив. Люди в основном выращены здесь в сети, обучены в сети. Дружный семейный коллектив, даже есть семейные династии. Люди работают, потому что стабильная заработная плата. Всегда у нас не было ни задержек, ничего. Она на уровне, в общем-то, и неплохая по району. Сейчас в штат предприятия 200 человек – диспетчеры, оперативно-воездная бригада, службы кабельных, воздушных линий и трансформаторных подстанций. Работа по обслуживанию электрических сетей всегда востребована. Стараются прийти к нам, и у нас, если даже нет специального образования в процессе работы, люди начинают учиться, поступают в институты, без отрыва от производства учатся. И таким образом мы свой кадровый состав омолаживаем. Основная часть сетей по всей России закладывалась в 50-е и 60-е. Поэтому на те участки, которые давно эксплуатируются, стараются снижать нагрузки. Но техника постоянно модернизируется. Включено ли оборудование, есть ли повреждения, можно узнать прямо из главного офиса. Это общая схема городских подстанций, благодаря которой можно посмотреть, что в настоящее время происходит на каждой из них. Для этого нам достаточно подключиться к системе видеонаблюдения. Комплекс программ по учету электроэнергии – это гордость предприятия. Матрица, например, позволяет в оперативном режиме отключить потребителя. У нас связь с МОС «Энергосбытом» есть. И они, допустим, нам говорят, вот такой потребитель задолжал какое-то количество денег, то есть не оплатил расход. И они нам выписывают соответствующий документ. Пожалуйста, отключите его. Они его предварительно, естественно, предупреждают. А нам говорят, отключите, пожалуйста, его. Если раньше штормовые предупреждения вызывали у сотрудников опасения, то теперь поводов для беспокойства почти нет. Самонесущие изолированные провода позволяют без потерь перенести любые капризы погоды. Татьяна Костанта, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.